здесь у меня бардак здесь у меня второй бардак сейчас я сижу на постельном белье на полу потому что я заказал кровать и до сих пор ко мне она не приехала а теперь поподробнее на самом деле я не очень хочу проецировать негатив в youtube потому что его и так слишком много в комментариях в любых чужих других видео очень много агрессии и злобы но я хотел поделиться с вами информацией что я лично вам не советую заказывать мебель кровать и все остальное с хов потому что я сделал заказ в интернет-магазине хов с меня списались деньги я думаю ну класс есть быстренько заплачу и мне быстренько приедет я сделал заказ 14 числа на следующий день мне должны мне пришлось смс что мне позвонят я летел в самолете и после этого я трезво понимал что со мной скорее всего свяжутся в понедельник потому что ну блять это нормально если ты занят и я сделал чисто психологически скидку им что суббота воскресенье сто процентов они ленивые жопы и мне не позвонят так и было в субботу и воскресенье мой телефон был доступен мне не позвонили в понедельник мне не позвонили во вторник я позвонил и говорю здрасте а можно узнать вот номер заказа такой-то такой она такая да сейчас соединю я послушал 15 минут тупую музыку и такой типа блять я говорю здрасте у меня заказ такой-то такой не подскажете когда можно оформить доставку когда она приедет со мной не связывались и что не так она такая алё вы знаете номер который вы говорите не существует заказа я говорю что блять прости чего я говорю девушка повторяю еще раз восемь сто один пятьсот шесть она такая минуточку я сейчас посмотрю больше всего мне нравится что когда разговариваешь с такими людьми они мне кажется какие-то феи волшебницы они не живут в реальном мире или что я не понимаю я говорю еще раз повторяю номер заказа она такая такого номера заказа не существует и кладет трубку что в смысле блять деньги списаны с моей карты да я заказал самую дешевую потому что мне срочно нужна была кровать это стоило в районе 7000 все вместе это недорого для кровати я понимаю и в принципе тот факт что с меня списались деньги меня не сильно волновало меня волновал тот факт что какого хуя какого хуя такое хуевое обслуживание что не так ну типа я же не заказываю кровать с алиэкспресс я звоню в холл ну типа блять алё это огромная сеть вас вроде везде много типа что с вами не так в итоге в этот же день я звоню второй раз в 20 минут я слушаю охуяную музыку называю номер своего заказа и другая девушка говорит что такого заказа не существует на минуту знаете честно у меня в этом месяце было два перелета в екатеринбург и в челябинск и очень много активности с кучей разных людей на минуту мне казалось что я просто ебнулся мне показалось что я ебнулся я подумал что я сделал заказ мне показалось что я заплатил за за кровать и как будто я себе надумал наперёд и такой думаю блять а что если реально заказа нет я мудак я начинаю проверять по приложению в сбербанке и понимаю что заказ был все списано деньги ушли а кровати нет привет блять алё я просто понимаю что после второго звонка я попытался позвонить третий раз но я не смог послушать всю эту хуйню музыкальную которую они включают почему нельзя включать бионси я не знаю леди гагу хотя бы чего-то нормальное в итоге я пожаловался вам в инстаграм отметил хов и долгое время никто мне ничего не отвечал сегодня мне позвонили ребята из хов и такие типа видите я даже злюсь у меня блять начинается морщинки вылазить видите мышца здесь такая уродская как показывать практика в моей жизни когда я лично пытаюсь на чем-то сэкономить это всегда происходит через жопу я лучше доплачу за доставку доплачу дороже за кровать через какую-то компанию через ту же блять икею но четко буду знать что вот завтра мне позвонят а послезавтра доставка будет выполнена сто процентов через хов у меня не было ни одного заказа я просто вспомнил рекламу которую я видел по телевизору такой думаю блин ну вроде норм наверное штука давайте я закажу но типа если не понравится кровать я там ее не знаю солью на авито выкину не знаю все что угодно и куплю потом нормально потому что мне нужно было сейчас как можно скорее потому что мне надоело спать на полу мне надоело спать на лежанке которая не моя и я переехал новую квартиру я хочу нормально жить я очень много работаю и мне нужен комфорт это не нормально я плачу деньги и даже не вижу эту кровать люди говорят что блять ну типа потеряли заказ такого заказа не существует я думаю все георг мы окончательно ебабо понимаете да максимально ебнулись и все финита ля комендия за сворачиваем лавку выкидываем всю косметику и идем лечиться потому что ты надумал себе что ты заказал что тебе что-то должны а этого заказа вообще не существует и ты не делал заказ короче в итоге что сегодня мне звонит компания хофф какой-то молодой человек со мной разговаривает и говорит алё вот вы конечно извините такая ситуация мы нашли ваш заказ ну ахуеть блять я говорю а когда будет доставка доставка будет только 21 числа сегодня 19 заказ был сделан 14 числа что за херня не знаю может быть для вас это нормально для меня не нормально ну типа это абсолютно не нормально я говорю можно раньше оформить вы знаете нет нельзя 21 числа подтверждаете я буду подтверждать 21 числа а мне 21 числа съемка и встреча с компанией сифора потому что сифора полностью переделывают ильдоботе и они сейчас должны стать практически везде монобрендовым таким бутиком сифора это очень круто я хочу посмотреть все новинки может только 21 числа этот стой на этом история не заканчивается я просто пытаюсь не злиться чтобы у меня не вылезли вот эти все венки я начинаю снимать сегодня ролик для louis wagon мы снимаем снимаем через два часа мне звонит неизвестный номер я беру трубку алли здравствуйте это хов я груда я слушаю а мы нашли ваш заказ блять что за хуйня это похоже на какой-то я не знаю знаете дешевый фильм дешевыми актерами я говорю я только что сегодня разговаривал с молодым человеком который подтвердил мой заказ он говорит ну вы что подтверждать заказ будете нет я говорю я уже подтвердил заказ вашим другим оператором я говорю ну это что значит блять заказ неподтвержден и кровать не претит ну не знаю я говорю вы блять в одной сети работаете все вместе ну наверное если ты компания да у них есть офлайн магазины ну можно бы немножко пора скинуть мозгами и понять что эта компания у них наверное все через программы через какую-нибудь сеть да ну разумно наверное я не знаю но хотя бы они там в powerpoint все сидят и вскидывают одну и ту же информацию я говорю почему у вас там это не подтверждено ой я не знаю сейчас поточню ну что а да у вас подтверждено ребят пожалуйста настоятельная рекомендация никогда никогда в жизни если вам нужно быстро нормально я даже не знаю сейчас какая приедет кровать я уверен что она сломается это какое-то убожество наверное будет объективно в новой квартире у меня нет кровати нет дивана и нет стульев она классная она большая лофтовая но ей нужно заниматься и так как я сейчас очень много работаю я сделал заказ в хофф надеюсь что туда быстро и недорого приедет что-то на первый раз чтобы я мог создать для себя минимальные комфортные условия и только потом двигаться дальше понять какую я хочу матрас да там типа супер вип лакшери ультра 3d или там я не знаю обычный матрас пружинные не знаю как у бабушки то есть короче все идет не по плану только полный отстой у меня вылазят венки венки злобы и 21 числа я жду свою кровать я надеюсь что это не говно но такое обслуживание это полный отстой я считаю это полный диз на хофф сейчас будет просто весь этот ролик вообще хватит здесь в общем очередной раз я убеждаюсь что если ты хочешь сделать что-то классное людям нужно платить платить много и никто в россии не готов делать свою работу даже за деньги это отстой я расстроен и на самом деле я хотел сделать на этой неделе ролик поболтать показать свою новую комнату новую квартиру рассказать про одежду я меняю гардероб я хочу много всего вид изменения хотел много многом с вами поделиться и просто такие мелкие ситуации уже выбивают из колеи и не хочется уже ничего делать так что вот вот там у меня вещи в пакете все разбросано